У нас сегодня урок Торы Лилу Нишамад для поднятия души Соня Сима Бат Велвек. Чтобы была план Нишмата Сараба Нишамата Хаим, чтобы ее душа там в раю наслаждалась вместе с душами великих праведников и людей, которые в течение жизни помнили о Всевышнем, помнили о Боле, помнили о своей душе и занимались не только нуждами этого мира, но и духовной работой. И тут сейчас очень интересно, у нас сегодня в Каэле будет такая информация вообще, которую я сам лично, например, раньше вообще не знал, хотя я уже учу Каэле несколько лет, но вот сегодня прям я узнал новый абсолютно такой пласт. Мы сегодня пойдем такой вглубь, в кабалу пойдем, пойдем в кабалу сегодня чуть-чуть послушаем, потому что рассказывал раб Хаим Виталь, такой был Рафаэм Эцхаим, есть книга, он был учеником Аризеля, и вот сегодня чуть-чуть из того, что он говорил про эту главу, Аризель говорил, Рафаэм Виталь нам передал. И сегодня урок как раз вот напоминает Яков Шатадин, что лилу нишама Соня Сима Батвелл, что была ее нишама душа там с душами праведников, и видите, она хорошо воспитала детей, что дети о ней помнят и стараются учатору, помогают, это очень важно. Мы продолжаем изучать Коэля Типлезиаст, заканчиваем сегодня седьмую главу. Значит, остановились мы на том, что царь Шломо, он сказал, что источником всего плохого в этом мире является плохая женщина. То есть, возьмем так, да, если это перевести на более глубокий язык, то есть мужское начало в мире, женское начало, и, значит, если мы посмотрим на сотворение мира, то был вроде бы Адам решен первый человек, потом Бог ему сделал помощника против него, и потом женщина, она ему предложила сесть от дерева, и он сел. Это не снимает с него ответственность. То есть, Всевышний ему сказал, что из-за тебя, хотя тоже, видите, интересно, женщина получила свои проклятия, змей получил свои проклятия, а Адам решен первый человек, он сказал, Бог сказал, земля будет проклятой из-за тебя. То есть, он сам, как бы не то, чтобы он получил проклятие, он получил усложнение очень большое в своей жизни, что Бог сказал ему, в поте лица будешь есть свой хлеб, будешь обрабатывать землю. Ну, вот царь Самон сказал, что, значит, вот он прям так и сказал, Умуцеани, Мармин Малет, нашел я что-то горче, чем смерть, это Иша, женщина, которая, она расставляет ловушки, и ее, как бы, захват ее сердца, и запрещены ее руки, и хорошо перед Богом спастись от нее, а грешник, он будет ей уловлен. Так вот прям написано. Дальше он говорит такую вещь. Резе Мацати, смотри, это нашел я, сказала Куэллет. Значит, тут тоже интересная вещь, что Божественный Дух говорит иногда в мужском роде, иногда в женском. То есть, то, что мы привыкли говорить Бог в мужском роде, это вообще неоднозначно. Бог, он не имеет, естественно, рода мужского или женского, и Божественный Дух говорит то в мужском роде, то в женском. Прямо здесь это написано. Ахат ли Ахат линцохишбон. Он говорит, одно к одному найти расчет. Он говорит, спастись от вот этого женского влияния плохого можно только через расчет. То есть, что имеется в виду? Современная психология доказала, что если у человека такая часть мозга называется неокортекс, и когда человек начинает рационально рассуждать, то он переключается с эмоционального и с инстинктивного режима, да? То есть, именно рациональное рассуждение позволяет спастись от вожделений, от запрещенных всяких вот этих вожделений, да? Дальше он говорит следующую вещь. Вот сегодня мы как раз заканчиваем главу. Очень такой, тут надо каждое слово, каждая буква имеет значение. Ашер от Бекшановши в Илома Цати. Значит, вот еще что просила моя душа, и я не нашел. Дословно переводится, значит, так. Вот что еще просила моя душа, душа, и я не нашел. То есть, он говорит, я еще одну вещь искал. Хотел разобраться. Адам ихат ми эле в Ма Цати. Значит, дословно переводится так. Адам, человек, одного из тысячи нашел я. Ваиша, женщина, беколь эле ло Ма Цати. Среди всех этих не нашел я. Значит, здесь как раз есть такая, как бы, перекличка с тем, что у него было 1700 жены 300 наложник, что он женщин знал, но он говорит, что ни одной я не нашел из них, а человека, одного из тысячи нашел я. И обычно переводят, там, смотрите, вы видите, есть нюанс. Адам, это человек, переводится слово. Иш, это мужчина. Иша, это женщина. И здесь, вот, я никогда раньше не обращал внимания до комментария Равка Металя, вот этого, что здесь написано, Адам, человека, одного из тысячи нашел я. Не написано, иш, мужчину, одного из тысячи нашел я. От человека, одного из тысячи нашел я. Женщину, ни одной из всех не нашел я. Леват, Ре, Зе, Ма Цати. Кроме этого, одну вещь я нашел еще. Ашар, Асай, Ла, Им, это Адам, Ешат, что Бог сделал человека прямым. В Эмма, они. Бекшу, Хижба, Нот, Рабим. Когда их стало двое, когда добавилась женщина, они, значит, начали искать, Хижба, Нот, Рабим, разные расчеты и, значит, и согрешили. Все, теперь давайте разбираться, что здесь написано. Я раньше понимал по-простому. Вот как нельзя понимать Тору, просто читая текст и понимая даже слова каждого отдельности. Но без устной Торы оно вообще не складывается. Значит, смотрите. Первое, что он говорит. В Элома Цати. Адам и Хатмиэлев Ма Цати. Человека одного из тысячи нашел я. Значит, если мы вернемся к сотворению человека, то первое упоминание человека в Торе звучит так. Всевышний сотворил мужчин, Адам, Захар Ванекова, мужского и женского рода, сотворил их, значит, и дал им имя Адам. И дал им имя Человек. Значит, вначале они были две вот этих вот, два мужского и женского начала. Они были в одном теле. И они назывались Адам. Человек, он был цельный. И он был один. Не было женщины и мужчины, а был Адам, Человек, который состоял из мужского и женского начала. Потом написано, Всевышний посмотрел и сказал, но то в ли Адам льет ли водо. Нехорошо Адаму, Человеку, быть одному. Значит, мы понимаем, что ему как бы было скучно или плохо. Нет, вообще ему не было скучно, не было ему плохо. Но он был полностью завершенный, совершенный. И не было смысла в его как бы жизни. Потому что он был, как здесь написано, что сделал Всесильный Адама, этого человека, прямым. И когда человек прямой, он сидит и ему ничего не надо. У него нет никаких желаний, потребностей. И он, значит, сидит и наслаждается Всевышним в раю. Бог ему сказал, а дерево, познание, добра и зла не ешь. А он, ему и не надо. Бог сказал, не ешь, а ему вообще не надо. Ему так нормально, все ему хорошо. И вот сидит этот Адам, цельный и совершенный. Бог говорит, но то в ли Адам. А мне хорошо человеку, льет ли водо, быть одному. То есть система не работает. Он не включился. Знаете как? Ну, сидит и не включился. Такой сидит этот биоробот такой. Смысла ему двигаться нет никуда. Значит, Бог говорит, не хорошо ему быть одному, сделай ему эзеркенэкдо. Сделай ему помощника против него. Значит, я ему сделаю, сейчас разделю их. Он их разделил, вот этого одного мужчину. Он его разделил на две части. Одну часть он назвал Иш, человек. А второго он назвал Иша, женщина. И вот этот Иш, В, Иша, вместе, когда они соединяются, они называются Адам, человек. А по отдельности они называются мужчина и женщина. И в Талмуде написано, есть такая удивительная фраза, что тот, у кого нет жены, не называется человек. Вот это нам становится понятно, почему написано в Талмуде, значит, почему написано в Талмуде, что в Талме написано так, что мужчину, Захар Ванекова Барам, он их сотворил, мужчин, как бы мужским и женским началом он их сотворил, и назвал им имя, вместе написано, назвал им имя человек. Дальше написано так, коль Адам, в Талмуде написано в трактаде Явамот, каждый человек, ше-эн-ло-и-ша, что нет у него жены, ино Адам, он не человек. То есть без вот этого объяснения тоже непонятно. Когда соединяются мужчина и женщина, вместе они составляют одно целое человек. И тогда, с этой точки зрения, нам понятна теперь фраза, что цельного человека одного я нашел на тысячу. Тот, кто сумел соединиться с мужчиной и женщиной, иш-в-иша сумели соединиться в одно целое. Это случай, счастливый брак, значит, один на тысячу, когда они соединились в одно целое. Иша, значит, женщина, он говорит, Из всех этих я не нашел. Что, значит, он не нашел? Как он, ну, а что он искал? Теперь, если мы копнем в кабалу, он объясняет так. Значит, слово иш, оно пишется, буква алиф, ют, шин. Значит, эш, огонь, это алиф, шин. Эш, это огонь. Ют, это буква, которая обозначает улам-аба, грядущий мир, духовный мир. Значит, имя Всевышнего состоит из буквы ют. Вот этой буквы ют, это как десятая буква в алфавите, ее числовое значение 10, и эта буква относится к грядущий мир, духовный мир. Теперь, как пишется слово иша? Тоже алиф, шин, это эш, огонь. И в конце буква эй. Буква эй, это буква этого мира. Буква, которая обозначает материальный мир. И есть имя Всевышнего, ют, кей, и вот эти две буквы, это одно из имен Всевышнего. Теперь получается так, что человек, у него внутри есть огонь. Он создан из огня, знаете как, с огоньком в глазах. И мужчина с огоньком в глазах, и женщина с огоньком в глазах. И когда Бог создал человеку, помощника против него, он разделил вот этого вот единого человека на две половины. Женщина, она была как бы владелица этого мира по хозяйству. Она была ответственная за хозяйство. А мужчина был ответственный за духовный мир, за то, чтобы думать, как, знаете, есть анекдот, когда плывет лодка по реке, и в лодке Чукча его жена. И жена гребет против течения, уже мокрая, сидит еле выгребает. А Чукча сидит на корме, трубку курит, и ей говорит, вот у тебя жизнь легкая, греби себе и греби. А мне понятно, надо куда плыть. Вот мужчина, ему надо понять, куда плыть. Он как бы отвечает за духовный мир. А женщина, она отвечает за мир материальный. И когда мужчина становится как женщина, и он начинает тоже все время влазить в дела материального мира, то они никак, они, цель-то человека это прийти к духовному миру, и они тогда не могут договориться. Они огонь в огонь. Огонь и огонь, они дают взрыв. Они все время, у них какой-то идет взрыв. Но когда они разделили свои полномочия, мужчина занимается духовностью, женщина занимается материальностью, и в их жизни присутствуют вот эти две буквы. Ют, Кей, это Бог, это Тора, да, божественное знание, то оно их соединяет. И тогда получается, Иш, Ва, Иша вместе соединяются и становятся они, значит, кем они становятся? Адамом, человеком, цельным человеком, который и доходит до духовного, своего духовной реализации. И поэтому, значит, женщина, она занимается, Всевышний так сделал, когда их разделил. Мужчине он сказал, Безиятапеха тухарлейхам, в поте лица будешь кушать свой хлеб. Женщине он сказал, будешь рожать детей, и будешь там, ну, заниматься всем, что связано с детьми. Это очень тяжело. Мужчина на такое вообще не способен. Он к этому не приспособлен. Значит, и вместе вы будете называться Адам, одно целое. Теперь, почему царь Соломон сказал, что Адамом, человека, одного из тысячи нашел я, а женщин среди всех не нашел я. Потому что, если мужчина становится, как женщина, и думает об этом мире, то у них нет шансов соединиться. Мужчина должен присоединиться ко Всевышнему, через Тору. Мужчины, на мужчинах есть заповедь, изучать Тору, а не на женщинах. Женщина, когда мужчина изучает Тору, и они оба живут по Торе, то есть женщина должна быть, царь Соломон сказал в Мишли, в притчах царя Соломона, что женщина Ирата Шем, женщина, которая боится Бога, Бога боязненная, и Киталаля, она будет прославляема. То есть, когда она поставила Бога на первое место, теперь, а значит, есть мужчина, который должен учить Тору, и она и мужа, и сыновей, она дает им возможность, она не заставляет их по дому убирать, там, помогать, и все такое. Она им говорит, идите учите Тору, ваша задача, идите в синагогу, учите Тору, будьте святыми, значит, и они оба, значит, выстраивают жизнь по Торе, значит, они становятся единым целым человеком, и это случается раз на тысячу случаев, как сказал на царь Соломон, бывает, но редко. Все. Это вот такое вот глубокое объяснение, которое идет, вот видите, мелким шрифтом, это все, что там, кабала, мидраши, то есть, есть объяснение Раши, классика, есть Равзамир Коэн, который объясняет по-современному, есть глубокие такое вот это объяснение, которое мелким шрифтом, это предание, кабала, там, мусснатора. Мне кажется, что очень сильно это объяснение, такое, мне прям очень сильно зашло, потому что раньше я понимал совсем не так, я думал, мужчина, типа, один из тысячи бывает, женщина вообще не бывает, ты как-то, но это все не так, то есть, человек вместе, только вместе они могут стать человеком, вот такая вот история. Хорошо, и сегодня мы тогда продолжаем, сегодня 28 у нас урок, и 28 урок в книге Happiness, Happiness, значит, формула Stories and Insights, и без того, чтобы быть счастливыми, у них нету шансов тоже, потому что, если в отношениях есть вот этот огонь, то, конечно, он сжигает, и мужчину сжигает, и женщину сжигает, всех сжигает, поэтому вначале нужно у себя внутри создать вот это вот счастье, потом два счастливых человека объединяются на базе Торы, и вот есть такая книга, Байт Иуди называется, двухтомник, я написал, Раф Сим Хакоин его зовут, так, Раф Сим Хакоин, он был PHD, значит, доктор наук психологических по психологии, и Барабин Рошьешиват, гениальный человек, знал всю Тору, есть такая книга, которая называется Байт Иуди, она двухтомник, такой толстый, и там разбираются все нюансы взаимоотношений в доме по Торе, если семья, они хотят вместе выстроить, стать человеком, они изучают вот это вот, изучают вместе эту книгу, и выстраивают свой дом, не как я хочу, и ты хочешь, да, а там написано, по вопросам дома быта, больше женщина понимает, по духовности, больше мужчина, вместе они воспитывают детей, и цель их брака это воспитать счастливых, здоровых, духовно развитых детей, которые, ну, которые правильно вообще понимают, что такое жизнь. Деньги от Бога, Хелена, вот Хелена спрашивает, от кого деньги, деньги от Бога, а Бог дает деньги иногда через мужчину, иногда через женщину, то есть, у Бога есть множество вариантов дать деньги тем, кому он хочет дать деньги. И есть известная история, как Бог дает деньги, мы учили когда-то, был пророк Илиша, и была женщина, у которой муж был тоже пророк, пророк Авадия, и эта женщина, Шунамит ее звали, у нее, значит, ну, раньше же были времена дикие вообще, войны, голод, эпидемии, там все, в общем, муж и умер, и были долги, он в свое время там набрал денег для того, чтобы он кормил 50 пророков, были в пещере, он их один обеспечивал. И потом, значит, у них долги, и надо отдавать долги, ее детей хотели забрать в рабство. Она пошла к пророку Илише и говорит, где вообще Всевышний, где справедливость? Пророк Илиша говорит, конечно говорит, давай попросим у Всевышнего справедливости, ситуация действительно очень непонятная, значит, давай у Всевышнего попросим справедливости, деньги нужны. Значит, она ее спрашивает, пророк Илиша, что у тебя есть? Она говорит, у меня немного масла есть. Он ей говорит, иди, значит, попроси у соседей посуду, кувшинчики, кастрюльки, сосуды, попроси сосуды у соседей, и, значит, зайди в дом, закрой дверь, чтобы никто не видел, и из кувшинчика лей масло. Она так и сделала, это, тут каждое слово имеет значение, чтобы не сглазили. Сосуды, это человек готовит как бы пространство для благословения, Всевышнего наполняет благословением. Что-то у тебя должно быть, масло, это символ того, что у тебя должно быть что-то свое, и масло, это символ духовности, да, то есть у него что-то было. И она наливать начала, это масло, полные сосуды, продала масло, рассчиталась с долгами, все, то есть Всевышний может дать деньги столько, сколько надо, и найдет пути, как дать деньги каждому, через мужчину, через женщину, и забрать точно так же он может. Поэтому те, кто слишком считают, что вот они сами зарабатывают деньги, в какой-то момент вдруг оказывается, что денег, то они были, а потом их не стало. Если ты такой умный, почему это, то они были, а тут их не стало. Значит, получается, что деньги от Всевышнего, потому что если они от тебя, так достань теперь их, а не можешь, значит пойми, что и было от Всевышнего, и не стало от Всевышнего. Теперь, значит, возвращаемся, спасибо, кстати, за вопрос, очень хороший был в Ютьюбе этот вопрос, помог нам глубже понять, откуда деньги. Как Рабиновича вызвали в советское время в ОБХС, спрашивают, вы где деньги берете? Он говорит, я деньги беру в тумбочке. Ему говорят, а в тумбочке они как попадают? Он говорит, в тумбочку кладет моя жена Сара. Ему говорят, а Сара где берет? Он говорит, ну а где моя жена может брать деньги? Это же моя жена, она берет у меня. А вы где берете? Он говорит, товарищ следователь, ну я же сказал, я беру деньги в тумбочке. Деньги я беру в тумбочке, даю жене. Жена, значит, кладет в тумбочку. Так и зарабатывает. Задает вопрос Рав Зелик Плистер. Он говорит, вот из ее таймзона. Какая, говорит, твоя таймзона? В какой зоне временной ты живешь? Опять же, мы бы подумали, что он спрашивает, где мы находимся географически. Оказывается, нет. Он говорит, вот пришла ко мне женщина, жалуется, я все время вспоминаю мои старые проблемы, которые у меня были, я поэтому страдаю, не могу я, значит, радоваться жизни. Вторая приходит, говорит, а я волнуюсь о будущем, каким оно будет, и я тоже не могу радоваться жизни. Он и говорит, значит, это проблему насветил. Теперь он говорит, вот вы-то живете, говорит, в реальности, одна секунда, как бы, you actually live your life, одну секунду, секунда в секунду, да, at a time, ну, как бы, тяжело перевести. Вы живете свою жизнь, вот эта секунда, это и есть, всего лишь секунда в секунду. И каждый день у нас есть, 86 тысяч 400 секунд, и, значит, и все, вот 86 тысяч секунд у нас есть, если вы уберете то время, что вы спите, то вообще остается, там, 50 тысяч секунд, 60 тысяч секунд. И он говорит, что нужно каждую секунду использовать мудро. Что это значит? Это значит наполнять каждую секунду радостью, благодарностью, удовольствием, завершенностью, ростом и развитием своего характера. И тогда это позволит вам жить все лучше и лучше жизни и усиливать качество жизни. То есть, человек, который вспоминает прошлые проблемы или беспокоится о будущем, он теряет эту секунду впустую. Потому что, если ничего нельзя изменить и предотвратить, значит, хотя бы радуйся сейчас, а если можно, тогда предотвращай, но просто жалеть о прошлом или беспокоиться о будущем, это терять в пустоту. Дальше. У тебя есть выбор каждую секунду, о чем думать и что делать, пишет он. Если ты чувствуешь себя перегруженным, значит, и так далее, тогда, говорит, ну вот возьми, как бы осознай этот момент, что у тебя есть каждая секунда в реальности и ты не сможешь в нее впихнуть две секунды, не можешь в нее впихнуть два дела и ты не знаешь, как оно будет дальше и то, что было, уже было, уже прошло. Вот вообще на этой, я, например, вообще не теряю времени думаю о том, что было, но оно уже было, ну все уже, уже как бы все уже, оно было. То есть, еще я понимаю, вспоминать хорошее, то, что было, чтобы порадоваться, кайфануть, но еще ладно, тогда это понятно, то есть, я беру из прошлого какие-то, забыли, говорю, спасибо Всевышнему за вот это, класс, вспоминаю, кайфанул, и за это спасибо. То есть, я еще, еще раз, например, я очень в последнее время порубил, каждый раз, я смотрю на часы, думаю, класс, спасибо Всевышнему. То есть, я когда-то, прям я помню, как я хотел их купить, ждал там, эти часы, все, и потом я как-то перестал радоваться, а потом, когда я понял, что, ну как бы, это же глупо, один раз всего часам порадоваться, это неэкономично. Теперь я каждый раз, смотрю на часы, радуюсь, думаю, какой карф, какие у меня хорошие часики, да, которые я когда-то мечтал, а сейчас они у меня есть. Я прямо вот сегодня шел от машины к дому, да, и думаю, какой карф, могу видеть, вот цветочек растет, вот, ну то есть, столько успел порадоваться. Это понятно, то есть, ты можешь из прошлого брать вещи, которые ты хочешь еще, еще раз им порадоваться в настоящем, но какой смысл брать из прошлого какие-то негативные вещи, которые тебе доставляют боль, и еще, еще по новой страдать за эти прошлые вещи. Теперь будущее. Мы не знаем будущего, вот я даже, мысли-то, они приходят сами, и вот приходит мне мысль, там, например, какая-то, а вдруг в будущем, там, какая-то будет болезнь, да, я думаю, а вдруг будет, вдруг не будет, что мне про это думать? То есть, мне, у меня есть сегодняшний день настоящий, и как говорил царь Самон, мы это учили в 7 главе как раз, на диздак, бьем топ, тьебы топ, в день хороший, будь в хорошем, то есть, не, 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 зачем тебе вот этот хороший день портить тем, что может быть, когда-нибудь будет что-то плохо, когда будет плохо, он пишет, в этот день, значит, вспомни, что зэлю мадзэа са элаким, что одно напротив другого сделав всесильный, есть хорошее, есть плохое, значит, сейчас плохое, решай вопросы, когда твой мозг разрешает себе быть totally in present, быть тотально в настоящем, это очаровательный experience, он говорит, это прям такое слово, fascinating experience, и когда ты умеешь вот этот момент прочувствовать его, как бы в нем быть, то ты его наполняешь, ты как бы его проживаешь полностью, то есть у тебя обостряется ощущение, вот у тебя в Академии счастья есть такой осознанность инструмент, но многие понимают осознанность, как что-то интеллектуальное, а я понимаю осознанность, как просто, есть такое упражнение, заземление, когда ты включаешь свои пять органов чувств реальные и соединяешься с реальным моментом, вот это называется осознанность, вижу, слышу, нюхаю, чувствую и ощущаю вкус, и когда ты вот прямо погружаешься в этот момент, у тебя он становится ярким, то есть внимание, оно как бы, знаете как, бывает что-то мутное такое, туманное, да, размазанное, размытое, в плохом качестве картинка, а бывает, когда картинка, прям ты видишь каждую деталь, и когда ты умеешь быть в настоящем моменте, то у тебя прям каждая деталь, она становится более яркой, а в принципе, если посмотреть глубоко на вещи, то в настоящем моменте, чаще всего у человека все хорошо, то есть большую часть жизни, если он не болен, если у него нет каких-то болей физических, то если посмотреть, если он не находится, да, есть крайности, тюрьма, больница, там еще какие-то вещи, есть, не дай бог, чтобы никто там не попал, но, обычно большинство людей, они портят себе настоящий момент, плохими мыслями о прошлом, плохими мыслями о будущем, поэтому, значит, он нам советует быть в present, to be totally in the present moment, быть тотальным в настоящем моменте, и воспринимать то, что у тебя есть, without judgment, без суждений, и без каких-то там преувеличений, и так далее, получается, что в этот момент, когда ты наблюдаешь реальность, как фотограф, как артист, вот прям, то, что есть в этот момент, то ты увидишь те вещи, которые до этого не видел, люди в мыслях летают, там, в прошлом, в будущем, и так далее, это добавит тебе еще и креативить, и креативность, то есть будет совершенно другой способ восприятия реальности, значит, и он предлагает упражнение, которое людям, да, чтобы научиться быть в настоящем моменте, он говорит так, просто приучи себя повторять, сейчас я осознаю, и вот в этот момент, как бы прицепиться своим вниманием, в то, что находится в данный момент, в реальности, то, чем ты взаимодействуешь в реальности, сейчас я осознаю, урок Торы идет по фейсбуку, по телеграмму, и по ютюбу, но у нас сейчас присутствует, слава Богу, значит, 60, 60, 108, где-то 230 человек вместе присутствуют, вот на трех сетях, это отлично, слава Богу, спасибо Всевышнему, что мы можем вместе изучать Тору, и создавать много божественного света, и вот, когда вы приучаете себя, все время быть, сейчас I'm aware, now I'm aware, и, значит, в соответствии с этим, ты держишь свой mind, свой мозг, свой интеллект, on the present, на настоящем, попробуй это, говорит он, и, значит, это станет твоей привычкой, вот, какой вот интересный сегодня, да, такой интересный урок, вот, значит, давайте соединим теперь, у нас есть, Куэлит, он нам дает, такие глобальные, пути построения, своей ментальной реальности, каждый человек живет в своей ментальной реальности, и у кого-то она становится бесконечной, открывается, такой, вход через душу, вход в бесконечность, да, кто-то закрывает себе духовную реальность, и погружен в, только в материальный мир, погоня за какими-то, хотя материальный мир, это и есть погоня за иллюзиями, самая большая погоня за иллюзиями, это человек себе выдумывает какие-то планы, цели, мечты, значит, создает себе иллюзорную внутреннюю какую-то картину, и как будто бы он туда бежит, хотя по факту он никуда не бежит, он как был всегда в одной секунде настоящего, так и есть, теперь, но не бежать мы не можем, все равно человек должен выстраивать, поэтому мы изучаем, если человек построил себе вот эту ментальную реальность, поучил Тору, поработал, потренировался, поблагодарил Всевышнего, если человек выстраивает себе грамотно по Торе, свою внутреннюю вселенную, да, человек это как микромир, ему хорошо, вокруг хорошо, всем хорошо, все, цель творения выполнена, шаббат шалом всем, значит, где купить книгу для счастливой семьи, смотрите, есть издание на русском языке, ее издали где-то несколько лет назад, равин из Пинска, называется Еврейский дом, Еврейский дом, написал Раф Симха Коэн, был маленький тираж, я поговорил с теми, кто ее издавали, и просто вот как-то не доходит у меня руки, я считаю, что эту книгу нужно переиздать, и всем, кто женится, выдавать ее насильно, и пока не прочтут, значит, не, и не читать, а вот именно читать по пять минут каждый день, садиться с женой, муж с женой, берут кофе, и читают ее вместе, и если они по этой книге строят свою жизнь, то у них огни, между ними любовь, они становятся одним целым, то есть они берут вот эту вот систему, по которой они вместе строят, потому что самое сложное, приходят два разных мира, два разных человека, соединяются, у каждого внутри своя история, свое воспитание, свои травмы, и потом они оп, и у них начинают искрить, 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 они вместо того, чтобы они не знают, как тушить эти искры, а искры эти идут на уровне инстинкта, инстинктивного мозга, эмоционального, они хотят друг от друга добиться, каких-то любви, и ласти, и поддержки, вместо этого критикуют друг друга, дают друг другу боль, накапливаются внутри, два вот этих вот, горящих огня, разошлись, потом, а тяга-то есть, человек не может, у него есть прям конкретная тяга, он должен ищеть вторую половину, потом вот этот вот, конкретно, бутетный период, как бы все притворяются, что я буду для тебя делать все, опять они друг друга увидели, вау, вот этот, моя вторая половина, будет для меня делать все, потом проходит три месяца, у него спадает пелена, и у нее, и они говорят, слушай, давай, смотри, вещи должны лежать так, а он говорит, нет, вот так, и у них нету системы, которая бы помогла бы им договориться, вот, поэтому, конечно, книга, книга называется, еврейский дом, бать-и-и-уди, на иврите, на иврите она называется, бать-и-уди, написала, Раф Сим Хакоин, а на русский ее переводили, сделали один том, гениальная книга, но почему-то, вот, у нас был, был у меня план, ее переиздать, и начать ее там, продавать, дарить, и так далее, прям, у меня был план, но как-то мы его недореализовали пока, с Божьей помощью, если нас слушают, друзья, партнеры, спонсоры Вайкра, попросите Якова Шатадина, он знает, значит, все у него есть явки, пароли, концы, это, есть, Равин Пинска, он когда-то, был инициатором перевода ее на русский язык, Фима, Равмоши Фима его зовут, да, и значит, все, удачи, успехов всем, шаббат, шалом, встреча, ходы что, начинается сегодня, Новый месяц, месяц Хишвар называется, и чтобы этот месяц наполнил у нас светом, Торой, и восполнились все, у каждого из нас есть что-то, что нам не хватает, чтобы Всевышний это восполнил, а мы его за это благодарили, знали, что все от Всевышнего, деньги, здоровье, счастье, любовь, мир, воздух, все от Всевышнего, и спасибо Всевышнему.